МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал СБС, общественно-политическая передача Актуальна Сегодня. Я ее ведущий, Саран Зайб. Гости сегодняшнего выпуска непосредственно у нас в студии чрезвычайный полномочный посол, доктор юридических наук, профессор Нами Калеев Найкман. Здравствуйте! Добро пожаловать к нам. Добрый. И по скайпу с нами будет общаться грузинский политолог, эксперт-центра политического анализа GISAG, Гела Басадзе. Гела, здравствуйте! Как слышите нас? Добро пожаловать в эфир. Добрый. Слышу вас хорошо. Будем надеяться, что так будет период всего эфира. Гела, значит, уважаемые гости, мы, конечно же, будем говорить о визите премьер-министра Грузии, господина Гарибашвили в Баку. Уже состоялись встречи. Была встреча с президентом Азербайджана, была встреча с премьер-министром. И надо сказать, что предвизитно, это, в принципе, эксперты говорили, что, в принципе, господин Гарибашвили для нас не, так сказать, абсолютно новая фигура. Он так или иначе был представлен в правительстве Грузии все это время, приезжал в Баку, был сам премьером. Так что в этом смысле, так сказать, все новое, это хорошо забытое старое. Я бы хотел бы начать с такого вопроса, он будет немножко общего характера. Вот был такой момент в ходе встречи непосредственно с президентом. Стороны охарактеризовали отношения между двумя странами как братские. Я бы хотел бы узнать ваше мнение, в какой степени это, так сказать, оценка характеризует сегодняшнее наше отношение с Грузией, Грузией и Азербайджаном, да, и в какой степени это говорит о наших желаниях и устремлениях. Начнем с вас, дальше, я думаю, Гела дополнит. Ну, прежде всего, надо сказать, что Азербайджан и Грузия – это два государства Южного Кавказа. Два государства Южного Кавказа, которые имеют очень долгую историю. И народы Азербайджана и Грузии – это народы, которые являются кавказскими народами, автохронными народами и народы, которые корнями уходят в глубь истории Южного Кавказа. Поэтому наша история, она тесно взаимосвязана, потому что мы жили рядом, по соседству, и она достаточно переплетена. У нас очень много завязок в истории и очень много культурных традиций, культурной истории, которые объединяют оба народа. Если даже не уходить далеко, то можно говорить о тех культурных связях, которые у нас были, скажем, в XIX веке, XX веке. Это та интеллигенция, которая объединяла два народа. Если я напомню один случай из истории, в свое время, когда по каким-то обстоятельствам Николас Бараташвили был вынужден уехать в Тбилиси, он, это грузинский поэт, он нашел прибежище в Гяндже, жил, творил там. В это же время из Азербайджана уехал Мирзашав и Вазех и творил в Тбилиси. История достаточно переплетена. Очень много культурных и деятелей, государственных деятелей, которые жили в Грузии, азербайджанских деятелей, которые творили там. Очень много грузинской интеллигенции жил в Баку в свое время, особенно в начале XX века, в конце XIX, в начале XX века. Это тоже определенная история. То есть два народа очень тесно связаны. Это история. Сегодняшний день, во-первых, недавняя история, это история Советского Союза, когда мы жили в одном государстве. И тоже были соседями. Естественно, да. И поэтому это тоже наша история, и забывать о ней тоже нельзя. И отношения были прекрасные между двумя братскими странами. А новая история, это история, которая была заложена Гейдаром Алиевым и Эдуардом Шеварнадзе, когда по инициативе и в результате успешной политики Гейдара Алиева были реализованы, скажем, очень важные, жизненно важные для Азербайджана и Грузии проекты. Баку-Тбилиси Джейкан, Баку-Тбилиси Зерум. А потом идеи Гейдара Алиева были развиты уже нашим президентом и Хамар Алиевым, и Баку-Тбилиси Карлс. Ну и, наконец, Южный газовый коридор, о котором мы говорим, и который в конце прошлого года был успешно реализован. Я думаю, что это те нити, те сосуды кровеносные, которые связывают два народа сегодня. И вот реализация этих проектов, она на практике и в жизни сделала Азербайджан и Грузию стратегическими партнерами. То отношение, которое есть между азербайджанцами и грузинами, это действительно братские отношения. Это отношение между людьми, которые друг друга уважают, любят и с пониманием, с любовью и с уважением относятся к культуре друг друга. Поэтому я думаю, что мы вполне с открытой душой, с чистым сердцем и с ясным пониманием всего этого говорим о том, что мы братский народ. Да, я думаю, что вам виднее в этом смысле. Я просто хочу нашим зрителям сказать, что Найк Малин был послом Азербайджана в Грузии в 2016-2011 годах. В 2016-2011. Да, в 2016-2011. Так что вот хотелось бы на этот раз узнать мнение Геллы по этому поводу. Как вы оцениваете сегодняшние отношения между Грузией и Азербайджаном? Ну и Найк Малин говорит, что это далеко-далеко не риторика, когда мы говорим о братских народах. Я начну с того, что я не верю в дружбу народов, как таковой. Я не верю в братские отношения между странами. Я верю в дружбу и братские отношения между людьми. И вот критическая масса, в хорошем смысле этого слова, граждан Грузии и граждан Азербайджана, которые действительно испытывают очень теплое чувство, товарищеские, дружеские, братские по отношению друг к другу, они и создают, в общем-то, вот эти братские отношения. Остальное все политическая география, геополитика, геоэкономика, стратегическое партнерство и так далее, что, конечно, очень важно. Вот в отличие от времен, когда господин Алиев был послом, ничего же не изменилось, ни география, ни, в общем-то, даже политическая конъюнктура не сильно изменилась. Изменилось только одно. Изменилось то, что если раньше, вот тогда, в те времена, был элемент химии и личных, очень теплых отношений между руководством стран, причем руководством не только между первыми лицами, но и на всех уровнях, я думаю, вот просто, что называется, не даст соврать, господин посол. Действительно, тогда, вплоть до уровней руководителей районов дружили и были очень теплые отношения. Сейчас, к сожалению, этого нет. И это большая проблема, потому что, ну, мы исторически вместе, мы сотни лет вместе, мы сотни лет на одном ареале. И, кстати, очень многие народы при этом ухитряли, в отличие от многих народов, мы ухитрились не конфликтовать, а наоборот, очень конструктивно сотрудничать. Прежде чем перейти, еще к одному вопросу, я, Геля, хочу задать один такой вопрос. Мы его обойти стороной просто не сможем, поэтому я решил его сразу задать. Ведь, говоря о наших отношениях между нашими странами, о нашем регионе, сейчас мы не можем не говорить о войне 2020 года, войне в Карабахе. Насколько эта война стала испытанием для Грузии, как вы считаете? Или же, скажем так, все-таки все не настолько было близко к Грузии и говорить таким образом неправильно? Очень серьезным испытанием для Грузии. Война стала испытанием системы национальной безопасности Грузии. Война стала испытанием для нынешних властей, насколько они способны реагировать на кризисные ситуации. В общем и в целом, я бы сказал, что власти прошли экзамены. В общем и в целом. Главная общая оценка, потому что они не сделали, скажем так, фатальных ошибок. Но в то же самое время они не сделали ничего позитивного, что могло быть. Вот это тоже важный момент. И, конечно же, война выявила, и это у нас продолжается и сейчас. Ахиллесово-Петун, например, наших отношений, кстати, как с Арменией, так и с Азербайджаном. Например, информационная уязвимость. Мы возьмем самый последний пример. Голосование в ПАСЭ Грузии. Я как раз сделал у себя на новостях Кавказа на Ютубе сюжет по этому поводу. Потом вижу, из Азербайджана мне пишут, Грузия предала нас, Грузия проголосовала так и так. То есть за резолюцию, которую предложила Армения. Лезу в этот, на страницу ПАСЭ. Смотрю, наших депутатов нет. Не проголосовала. И вот пришлось каждому объяснять, что Грузия не голосовала. Там, насколько я понимаю, была какая-то накладка. Потом азербайджанские СМИ сообщили, что Грузия проголосовала за резолюцию, предложенную Армении. Потом эта накладка была исправлена. Но смотрите, ведь потом, что называется, на первой полосе была сенсация, а внизу сообщено, что вот ошибка произошла. И я уверен, что сейчас многие в Азербайджане, по крайней мере, я вижу на своем Ютуб-канале, что есть эта реакция, что Грузия по-предательски голосовала. Многие до сих пор так думают в Азербайджане. Хотя этого не было. Грузинской делегации в тот момент вообще не было в ЗАЛе. У нас был кризис свой. там были политические. Вот. А во время войны это было сплошь и рядом. То есть не то, что мне приходилось оправдывать за страну, но я, извините, я политический аналитик. У меня программа регионального сотрудничества одного, хоть и самого крупного в Грузии центра стратегического анализа, но выполнять функции МИД, это сложно. Так вот не сработало. И до сих пор нет в этом. И это очень большая проблема, потому что я уверен, что целенаправленность все это между нашими народами. Есть очень сенситивные темы, на которые надо реагировать, как в Азербайджане, так и в Грузии. Я думаю, по поводу взаимоотношений Грузии, Армении, Грузии, Азербайджан, если эфирное время позволит, мы опять же будем говорить. Что касается комментариев, ну, иногда общение в интернете бывает излишне токсичным. Я хотел бы такого момента коснуться. Еще до визита господина Грибашвили, визит был отложен, мы знаем причины, там, в принципе, уважительная причина. В Баку сказали, что будут обсуждать с грузинской стороной платформу сотрудничества 3 плюс 3, которую озвучили в Баку в декабре 2020 года и так далее. И надо сказать, что в этой связи в Тбилиси есть некая, знаете, как сдержанная реакция на эту платформу, на эту инициативу. Ну, и там говорят, что как бы, с одной стороны, понятно, там есть Россия. Мы знаем, какие отношения сейчас между Тбилиси и Москвой. С другой стороны, там Тбилиси дает понять, что, скажем, некоторые вещи, которые можно сделать в этой платформе, они и так делают. Вот как вы считаете, что могло бы сделать этот проект, скажем, какие его элементы могли бы быть более привлекательны Тбилиси, более привлекательны Грузии и, скажем так, ну, ее вовлечение в этот процесс более плавным, более, скажем, энергичным? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что в любом случае, во всех случаях, это с точки зрения дипломатии, любая платформа, она должна быть использована для того, чтобы решать те проблемы, те вопросы, которые стоят перед государством, перед те задачи, которые стоят перед дипломатами этого государства. Поэтому, с точки зрения дипломатии, любая платформа должна быть использована государством для того, чтобы продвигать свою политику. И в этом плане, я думаю, что платформа 3 плюс 3, она была бы достаточно удачной и могла бы принести немало пользу Грузии, с точки зрения того, что, по крайней мере, это была реальная платформа, где Грузия могла бы говорить с Россией, сидя за круглым столом. Сегодня понятно, что нет дипломатических отношений, практически. сегодня поставлен вопрос таким образом, что пока не будут освобождены оккупированные Россией территории, то Грузия дипломатических отношений с Россией не восстановит. В то же время две категоричные позиции, абсолютно противоположные позиции России и Грузии, они лишают возможности эти две стороны сесть за стол и договориться, переговорить. Какие-либо темы. Да, решить какие-то свои проблемы за столом переговоров. Те платформы, которые есть, скажем, женевский формат и так далее, они не дают своего эффекта и не приносят соответствующих результатов. Но есть определенные посылки, которые подают надежду на то, что уже есть какие-то возможности для решения вопросов, связанных хотя бы сегодня с Абхазией. Господин Гелл не даст мне соврать. Сегодня идут, кажется, с моей точки зрения, определенные позитивные сигналы с точки зрения ситуации в Абхазии. Ну, например, решение о том, чтобы делимитировать границу с Абхазией со стороны России. Этот вопрос уже прозвучал. Я думаю, что это вопрос, свидетельствующий о том, что Россия как бы дает понять, что не собирается, значит, присоединять Абхазию к себе. Подобные позиции и отсутствие обещаний на дальнейшее финансирование Абхазии создает ситуацию, когда у Грузии появляется шанс вести переговоры с Абхазией. Говорить об этом. Если при этом иметь определенную платформу для того, чтобы вести беседы с Россией, говорить с Россией по этим поводу, по вот этим вопросам, то я думаю, что здесь можно достичь определенных результатов в разрешении тех вопросов, которые стоят перед Грузией, стоят в повестке дня с Абхазией. Поэтому мне кажется, что это один пример. Мне кажется, что формат 3 плюс 3, платформа 3 плюс 3 – это шанс. И Грузия должна здесь подумать, конечно. Чисто эмоционально мы все понимаем. Чисто эмоционально Грузия воспринимает эту ситуацию как нарушение ее территориальной целостности, как оккупацию этих территорий. Но если мы будем смотреть на то, какие шансы у Грузии разрешить этот вопрос силовым путем, сегодня это нереально, по крайней мере. Но надо искать другие пути. Поэтому я думаю, что здесь самое лучшее – это дипломатия. А платформа 3 плюс 3 – это шанс. То есть, это история не только, скажем так, кому-то может показаться экономика. То есть, это история в том числе о мире без обороны. То есть, чисто, когда мы говорим «платформа сотрудничества» как экономику, ее воспринимать не стоит. Вы понимаете, экономические проекты, ведь они же и так имеют место быть. Достаточно сказать о тех проектах, которые существуют между Азербайджаном, Грузией и Турцией. То есть, с точки зрения самодостаточности Азербайджану, Грузии и Турции сегодня этих проектов в определенной степени достаточно для того, чтобы как-то экономически развиваться. Естественно, возможности есть и другие. Есть возможности, которые нам открывают трехстороннее заявление в связи с разблокировкой коммуникации, открытием коммуникации. И Зангизорский коридор, который будет служить интересом практически всех стран региона. Однозначно. И в этом плане это было бы прекрасно, достичь вот этого результата. И я думаю, что мы его достигнем. Но, тем не менее, экономика сегодня, она должна следовать и будет следовать за политическими успехами. Сегодня такой момент, когда политика должна создать условия для развития экономики. Я всегда знал и считал и считаю, что экономика первичная и все остальное, политика и право, это все настроечные понятия, это вторично. Но это все взаимосвязано. И политика, и право создают условия для развития экономики. Вот сегодня настал тот момент, когда политика, политико-правовые шаги и его приятия, они должны создать возможность для развития экономики. И поэтому от политических решений, от того, как будут реализованы положения трехстороннего заявления, будет зависеть и развитие экономики всего региона. Здесь шанс для всех государств. И поэтому платформа 3 плюс 3 – это шанс для всех. Раз уж мы поговорили об экономике, я бы хотел, Геля, адресовать такой вопрос. Дело в том, что в ходе двусторонней встречи было сказано, что Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов в экономику Грузии. И было также сказано, что в Грузии хотят работать еще больше азербайджанских компаний. Там даже была уверенность, что так оно и будет. Где вы видите реализацию этого потенциала? В каком направлении? Может быть, у вас какая-то дополнительная информация есть? Какие я комментарии сделаю по поводу платформы 3 плюс 3? Да, конечно. Я прямо скажу, что платформа 3 плюс 3 является неприемлемой абсолютно для Грузии. И практически все экспертное сообщество единодушное. Я надеюсь, что наша власть тоже в том, что участие в платформе 3 плюс 3 Грузии невозможно. Невозможно, потому что там присутствует Россия. С Азербайджаном и Турцией у нас есть прекрасный свой двусторонний формат, который можно и нужно разбивать. У нас есть двусторонние отношения и с Ираном, и с Арменией. У нас есть формат Женевский с Россией. И я скажу так, что с Россией проблема не в том, что формат не тот. Партнер не тот. До тех пор, пока в России не будут глубинные перемеры. Ну, скажу так, возможно, системный кризис даже до тех пор пока не будет. Решение вопроса оккупированных территорий Грузии и вообще вопроса в отношении с Россией, на мой взгляд и на мой взгляд, скажем так, практически всех экспертов Грузии невозможно. Экспертного сообщества Грузии. Тут, скажем так, существует консенсус по этому поводу в Грузии. Это первое. Теперь, что касается наших отношений и возможностей. Что такое сегодня инвестиционная активность Азербайджана в Грузии? Изначально это было то, что региональные сети газовые были отданы Сокару. Это государственная компания. Естественно, были большие инвестиции. Потом уже пошел интерес со стороны частного бизнеса в Азербайджане. И вот я думаю, здесь именно есть очень большой потенциал. Потому что на государственном уровне, на уровне государственной инвестиции из Сокара все нормально и прекрасно. Там еще есть поле для работы. Но я думаю, что уже непосредственно азербайджанские бизнесмены будут заинтересованы в том, что вкладывать в Грузию. Хотя, опять-таки, для этого сама Грузия должна постараться создать соответствующие условия. Условия защиты инвестиций, условия хорошего климата и так далее. Но сейчас COVID, поэтому сейчас трудно об этом говорить. И еще одна реплика. Речь не шла о том, что в интернете что-то сказали. Речь шла о том, что ошибочная информация была передана азербайджанскими СМИ по поводу того, что делегация ПАСЭП Грузии проголосовала за армянскую резолюцию. Это было ошибочно. А потом уже в интернете была, скажем так, реакция. Понятная реакция со стороны азербайджанской аудитории. Тут, кстати, их обвинять не в чем. Так вот, я думаю, что мы должны очень внимательно относиться к этим вопросам. И в случае ошибок обязательно опровергать и обязательно говорить о том, что, ребята, ничего не случилось, все в порядке. Это очень важно. Вы сказали по поводу Зангизурского коридора. И надо сказать, что после войны то, что мы видим из Грузии, мы видим поддержку. Мы прекрасно понимаем, что вопрос территориальной целостности и освобождения оккупированных территорий это более чем чувствительный вопрос для Грузии. который всегда был чувствительным и для Азербайджана. И в этом плане второго мнения быть не может. Но в контексте Зангизурского коридора там все-таки прозвучали некоторые мысли о том, что мы знаем тот проект Баку-Тбилисикарс как минимум, который Азербайджан не только инициировал, но и всячески продвигал, финансово помогал и так далее. Но почему-то в Грузии сложилось ощущение, что одно может поменяться на другое. При этом, опять же говорю, в тот проект Азербайджан вкладывался, почему нельзя реализовывать все вместе. Вы вот эти ощущения разделяете? Как можно было бы убедить, какой месседж следовало бы послать, чтобы вот этих, так сказать, некой настороженности все-таки не было? Ну, я начну немножко издалека с того, чего я начинал. Когда я говорил о том, что азербайджанцы и грузины это братские народы, я говорил именно то, что говорил. Я говорил о грузиных азербайджанцах. Грузия, конечно, многонациональная страна, и поэтому реплика Блатона Гела, она была связана с тем, что Грузия неоднозначна, и не все там в равной степени относится к тем отношениям, которые есть между азербайджанцами и грузинами. Но это понятно. Поэтому вот оттуда исходят определенные вбросы для того, чтобы создать определенное беспокойство, значит, как-то помешать реализации тем или иным проектам, реализации тех или иных проектов. Поэтому здесь к этому надо относиться спокойно. Мы уже привыкли. То есть те вот проблемы, которые возникают периодически, скажем, или в вопросах культуры, или каких-то религиозных вопросов, это вбросы, которые делают определенные слои, силы которым, которые заинтересованы в том, чтобы помешать тому уровню отношений, который существует между нашими народами. Азербайджан всегда был стабилен в отношениях со своими партнерами. Проекты, которые были созданы и по инициативе Гейдара Ливы, и которые были созданы по его идеям, но после, они эффективны. Они работают. Они приносят пользу и Грузии, и Азербайджану, и Турции. И было бы наивным и несерьезным пытаться, скажем, создать что-то новое и отказаться от этих проектов. Эти проекты как работали, так и будут работать. И никакого ущерба этим проектам открытия новых коридоров или создания каких-то, реализации каких-то новых проектов, она не принесет и не повлечет за собой. У того проекта, у Зангизурского проекта есть огромный потенциал. И этот потенциал связан прежде всего с привлечением вот в этот коридор России, Армении, Ирана. Им может воспользоваться и сама Грузия при необходимости. И эти возможности не означают, что Азербайджан оставит без внимания те основные проекты, которые были реализованы на протяжении всех этих лет. Вложив туда огромные деньги, Азербайджан не будет делать так, чтобы эти проекты заглохли, погибли и потеряли свою экономическую эффективность. Я думаю, это просто абсурдная мысль, которая определенными силами подкидывается для того, чтобы помешать доброй воле для реализации всех этих проектов. Говоря определенные силы, мы, конечно же, понимаем, что соседи в данном случае не грузинские соседи, а другие соседи. Это соседи и Грузии, и нас. Да, и Грузии. Как раз если о соседях, вот я непосредственно в Грузию хочу задать такой вопрос. Дело в том, что на протяжении многих лет, скажем так, мы когда-то жили в одной стране, но потом у нас у всех появилась своя страна. Но у Грузии позиция была такая, что Грузии четко давали понять, что не могут отказаться ни от Азербайджана, ни от Армении. Некий баланс пытались сдержать. Я хотел бы узнать ваше мнение Гела по такому поводу. Как обстоит с этим дело сейчас? И когда это было сложнее делать? До войны 2020 года? Во время войны? Или же сейчас? Это такой момент? И одна маленькая деталь. Я опять же хотел бы просто для себя разъяснить, узнать. Может быть у вас опять же больше информации. Недавно в армянских СМИ была информация о том, что грузинская сторона не пропустила через территорию Грузии, в Армению, несколько тысяч бронежилетов из России. Что там все-таки произошло? В чем соль вопроса? Это просто чиновники не договорились? Какая-то позиция отбились? Потому что это такой продукт, что его без согласования, наверное, просто подвести будет сложно. Дело? Ну, начну с того, что я упорно пытаюсь все равно продолжать ответы на вопросы, которые были заданы господину Алиеву. Но я думаю, что это важно по поводу коридоров и Грузии. По поводу коридоров на Нахичевань и отношения Грузии. Вы знаете, есть в Грузии такая поговорка «Незнание – это не грех». Незнание – это не грех. Я имею в виду со стороны нашего общества и у нас. Так вот, в данном случае то, что наше общество не совсем в курсе – это большой грех. Я абсолютно согласен с господином Алиевым, что данный коридор вообще открытие границ на Южном Кавказе. Это в интересах Грузии полностью соответствует. А что касается, может ли пострадать из-за этого интереса Грузии или нет. Ну, достаточно просто знать грузооборот грузинских портов, географию их расположения и перспективу строительства порта Анаквея. Конечно же, ни в коей мере интересы Грузии экономические не пострадают. Более того, этот коридор выгоден экономически Грузии. И я думаю, что наши власти и общество должны в целом поддерживать идею этого коридора. Теперь, что касается истории с бронежилетами. История с бронежилетами, она похожа на провокацию. Потому что все хорошо знают, что грузы, предназначенные военного назначения, предназначенные для российской армии, никаким путем через Грузию ни воздушным, ни сухоподным не могут попасть на территорию Армении. Грузы военного назначения, закупленные Арменией, могут попасть в Армению только воздушным путем из России. И то, при том, предупрежден, должен быть наш военный атташе. И в аэропорту в Ереване должен встретить этот груз и проверить, и подтвердить, что да, это то, на что дало разрешение Министерство обороны Грузии. Понятно, что эти грузы можно не задекларировать вообще и везти как гражданский, гуманитарный или какой-то груз, кто его в воздухе будет проверять. Ясно, да? Но юридическая процедура такая. Бронежилеты — это грузы военного назначения. Теперь, значит, что касается КАМАЗов и грузовиков, это сухопутный путь. Понятно, что все. Нет. По закону нет. Поэтому это провокация. Теперь, что касается отношений с Арменией, отношений с Азербайджаном, ну, вы понимаете, в чем дело. Тут-то как раз-таки проблем особых у Грузии нет. Что вот касается того, когда было труднее, я думаю, конечно, во время войны. Это все-таки экстремальная ситуация и так далее. А сейчас и до войны... Другое дело, что у нас нет активной политики региональной на Южном Кавказе у Грузии. Это очень жарко. Но это уже наши проблемы, скажем так, которые мы тут в своем между собой будем решать внутри Грузии. Ну, будем надеяться, что все проблемы так или иначе будут решены. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я вас благодарю за участие. Все это время непосредственно у нас в студии был чрезвычайный полномочный посол, доктор юридических наук, профессор Нами Калев. Наверное, к нам вам огромное спасибо. Спасибо вам. И по скайпу любезно согласился с нами пообщаться грузинский политолог, эксперт Центра политического анализа Джейсак Гела Васадзе. Гела, вам тоже огромное спасибо. Большое спасибо вашему гостю. Спасибо. Спасибо, Гела. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня» и я ее ведущий Санан Зай. До свидания. До новых встреч.